все фен сломался готова марли ланера фен сломал может она и хорошо и как не обыть мне лень всем огромный привет рада видеть вас на своем канале мы сегодня собрались сырой для того чтобы протестировать партию хотел сказать партию определенное количество пробников их сегодня будет 5 от моей зрительницы которые зовут июля или огромное вам спасибо за эти ароматы потому что речь пойдет о бренде трусарди с которым я вообще не знакома это прям для меня какая-то слепая зона в парфюмерии я даже не знаю почему я на них почему даже никогда внимания не обращал у них бить бутиковая линейка в таких красивых флаконов с собачьими что ли да вот как то я не знаю почему вот и ни одного аромата никогда не пробовала тут нас целых 5 их было 6 один при транспортировке подтек поэтому протестировать мы его еще не сможем вот и сразу хочу такую вещь озвучить может быть мы сырой сегодня в там правильности но вот в своих описаниях будем немножечко ошибаться потому что тот пробник который вытек он попал на все остальные и соответственно все пакетики сами пробники немного пахнут вот тем пробником который пролился поэтому возможно какое-то искажение восприятия если мы будем нести какую-то чушь не уделить мы оправдались дальше такой важный момент я пробники не тестировала кроме одного один вчера я я объясню потом почему именно его и прям целенаправленно я наносила свою руку и пережила с ним ночь остальные все вот для меня новые такие как и для иры так что это будут такие первые тестирования посылка кстати оказался в моих руках не так давно поэтому я честно говоря были новогодние праздники время а да кстати елка на заднем фоне это потому что мы снимаем это видео 10 января выйдет она скорее всего месяца через полтора наверно через месяц полтора поэтому не удивляйтесь ну просто елка вообще-то конечно интересно происходит у людей всегда елка а у меня по вот эти предновогодние видео у меня никогда не в какой год елка не стоит никогда никогда зато потом это елка у меня до февраля как будто видео мы просто наряжаем елку очень поздно где-то 30 января 30 января декабря именно тебе просто назначить раньше это дело не не хочу а я люблю мы 1 декабря набираем вот а разбираем и после старого нового года когда 13 13-14 вот поэтому все что я успел за период снять вы потом елку наблюдаете так ну что еще хотела сказать приятного нам тестирования вам просмотра и прежде чем мы к нему непосредственно перейдем я как обычно в каждом парфюмерном видео хочу напомнить про свой промо-код в интернет-магазине рандеву огромное спасибо за возможность снимать видео чаще мой промо-код действует на все кроме одного бренда также на парфюмерию на наборы пробников в общем на все на все что вы видите на сайте суммируется всеми скидками и акциями я в принципе во всех видео рассказываю плюс-минус одно и то же но я прекрасно за все мои зрители подписчики большинство пользуются интернет-магазинного рандеву прекрасно узнают поэтому если честно я просто даже не знаю что еще сказать понятно что оригинальной парфюмерии косметика огромный выбор ниши и люкса очень бюджетных кстати ароматов о которых мы недавно сырой разговаривали бренд 4711 тоже там представлен просто мы недавно снимали сырое видео там ее аромат очень впечатлил за эту цену поэтому обязательно заходите в инфобокс там как обычно подписана вся информация по поводу промо-кода срока его действия и все 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 что необходимо знать при совершении покупок на сайте ранды а мы с вами переходим к тестированию пробников и начнем мы знаете тут у меня такая загвоздка довольно сложные названия и мне очень тяжело их прочитать поэтому с вашего позволения буду просто вводить название на экран а также как и фотофлакона и пирамиды трусарди здесь подписано что это бутиковая линейка мы ставим так вот положим и давай в итальян так от я не просто не могу разобрать артиста перейдут наверное артисты вот ир ты будешь на бумажке тестировать я тебе уже забрала я просто хотела на руке аромат до ароматов немного понравится те куда ну сначала на бумагу вдруг лежит к козы тоже стоит ой какая висеть веселье это какой а я на раз таки а я наверно все-таки на пальчик чуть-чуть его это нанесу а потом мы с тобой сравним как раз не чуть под вылетрится у меня в руках нагреться так слушай знаешь вот первое впечатление какое веселая фруктовость до веселая карамель на в карамели не карамель в плане вот карамели такой тягучий а вот сосульки веселые разноцветные такое что-то яркое содовое но несут как содовая лимонадная весело ну где-то интересно это направление вот это всегда дает такую легкость несу вот он такой самый простой люкс нет в нем вот он просто звучит он просто и вот это знаете такой аромат который как я все время привожу примеры которые ты захочешь в летуаль и у тебя даже вопросов не возникает вот он прямо на полках стоит такой вот это такое . фруктовый такой чайком у меня лимонадики какие-то там цветочки ручки пиончики какие-то такие вот сиренки у меня больше цветов чем фрукты она мне фруктов больше на мне лимонадик прям вот каким такой поэтому я у меня все время лимонадик именно вот с конфетностью вот этой прозрачной карамельки желтенькие вот эти вот у меня гиацинтики сиреньки белые цветочки цветы с деревьев не вот только гиацинт может быть в нем да какой-то легкий такой это это какая-то гиацинтовая сладость больше не что там а так это сирень и жасминки три цветы которые на я привела тебя а мне даже пока больше нечего сказать это правда очень на тебе когда разогреваешь богаче запах на на очень много цветов и как-то это богаче она мне как-то в общем про все почему-то жадо напоминает фруктово цветочный люкс веселенький вечерка час солнышко на улице вот он с ним ассоциируется такой раз 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 пошел солнце вот это все шлифе такой очень женственный женский меня вот так на бум сказали бы искала в направлении уже дом так жадо для меня более я бы сказал не сносим не сносим как сказать там более напрягающий более настырный тяжелый а здесь такой при всей вот это вот сладковать сладковатости цитруса вот очень многим понравится женщинам кому нравится направление люкс понятная фруктово-цветочная приятно чтобы женщиной пахло до приму ловли да чтобы ой как от вас вкусненько по очень понятный аромат нам очень понятный вот давай вот только обратно сложим а то я потом их не это не различим вот так так следующий аромат сейчас я найду его название потому что здесь все стерлось с фиолки называется он молитва инкарна по-моему так да инкарна да я их писала давно все очень поэтому даже не вспомнили мне юлия сказала после того как я уже наверное всем надоело на тему нобеля шамал где церковный ладан а там прям реально церковь вот прям ладан и церковь мне очень многие стали писать наташ попробуй вот этот ладан аромат наташ попробуй вот этот ладан аромат что-то у ама же но амаж ладан не такой вообще не такой это не церковь и мне юля посоветовал этот аромат прислала потестируй здесь с ладаном я поэтому вчера его тестировала на себе я что хочу сказать вот когда мне советуют аромат давайте на руку когда мне советуют аромат с ладаном в нотах а советуют что-то примерно вот такое для меня это не ладан и не церковь это тут больше алкоголя да я вчера его нанешу наношу а там прям крепкий алкоголь такое прям ромут или чистом виде вот чистый темный ром до без вот всего в нем тоже есть этот аромат ладана вот это все этот прям бруга реклама это прям я тоже вчера нанесла ночью было дело игру господи как будто пьет рядом суда это прям ром бутылка и дубовые бочки да да дубовые бочки потом эти наш как бывают пивные кружки дубовые такие вот они на столах стоят вот это вот тема очень много да алкогольный да но ладаном сильно пахнет прям причем этот вот он именно вот это да деревяхи старина ложь дерево это пожелтела поржело такое но это больше ощущение не самого ладана а больше здания деревянного церквушки какой-то старой вот именно ощущение стал и до дубовые дубовые где разливают пьют но для меня и вот это просто ром в начале первые 10-15 минут вот вот если ты понюхаешь ром он прям вот вот так пахнет я его не нюхала но вчера нанеся на себя у меня было четко это бутылка с крепким алкоголем какого именно я не скажу но это крепкий алкоголь через 15 минут вот эта алкоголь насть она уходит трансформируется в такую сухофруктовость сухофрукты опять вот это по алкоголю бочки на чем я напомнила маля аромат называется промес что ли и там чернослив сухофрукты сливовость только засушенная такая и у тауэра как вот этот аромат называется к веселый сандал 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 мир и как в общем короче меня у него тоже сухофруктовость со сливовостью они вот там табака мы не берем что они не похожи но вот сухофруктовость вот и что я хочу сказать здесь суши там кислее вот это и поприятнее за этой сухостью вот у меня скажем так я ощущаю здесь некоторую церковность старо что такое даже не знаю как это назвать старую церквушку деревянную вот это все может быть даже какое-то ощущение восточного базара с сухофруктами а где-то жгут палки благовония не чуть доносятся до ладан то хороший если брать чисто как ладан на мне понятно да ладно но почему-то мой мозг это как ладан после шамала вообще не считывает да потому что еще ты слышу от этого алкоголь да то есть для меня вот в шамале ладан и ладан здесь это две настолько разные вещи там для меня просто это прям ладан есть подойдешь к батюшке и прям нос в кадила засунешь она он так не пахнет и не самому попробую попробуй а ты тогда сразу поймешь о чем я говорю почему я всегда настаиваю на шамале почему я всегда настаиваю на нем и не на чем больше потому что это она милица свечками вместе с атмосферой вот а вот до ассоциативно больше как образ а там запах не парфюмерии там запах чистого ладана в кадине просто он чистый без всяких там что-то он на тебе просто плетя горячей кожи а так в принципе ты знаешь как он на мне вот тот запах кадила а это больше ассоциация обо всей этой атмосфере то же самое происходит в бумажах где есть ладаны тоже есть ощущение от этой старины ладанности церковности вот это но это тоже более атмосферно это все более парфюм это парфюмерия а шамал это ладан то есть когда ты реально хочешь чтобы от тебя пахло ладаном ты прям натерся этим ладаном вот что хочу сказать аромат классный на мой взгляд звучит красиво я просто сухофрукты не очень меня они всегда смущают и кстати даже в тауэр они меня смущали у меня он стоит у меня до при 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 всем его богатстве звучит понимание что это прям вот атмосферно очень кругло-кругло так и здесь в нотах смотри что есть ладан слива пожитник альдегид сухофрукт амбретто древесные ноты лабданом алибаном стеракс амбра а папа накс мох говояк вот в целом древесно сухофруктово ладана тема вот кружок из кстати да древесные ноты это вот старая церковь ухохнет на берем на савуэрского ладана очень сильно отличается только ослащенный и не очень помнит у тебя у меня дает с экстримом деревянными лавками вот так следующий аромат я скажу кто он очень округленький дамит хороший такой сейчас я смотрю как и нос следующий аромат называется the painting of palazzo полазу наверное палатку цвета вот этот рим банка я не знаю у меня просто скрина этих есть не знаю так я уже тут потерялась вот до палат палаццо рил наверное так называется итак давай посмотрим что у нас здесь что у нас здесь на бумажку давай на бумажку держи на весе на таком а что у меня еще сам батюшка очень так сильно напоминает не напоминает прямо вообще а ты не знаю что мне любит так долго неси 7 бит я не знаю я это специи какая знаешь на что похоже я вам сейчас скажу на что похоже у бренда брюк ур есть аромат аромат который называется фарах там мед финики пахнет таким фруктовеньким фруктовенькой кальянностью немножечко но в целом это мед с финиками и вот здесь вот у меня прям сливой сливой сухофруктовостью опять это да а у меня прям не слива не сухофруктовая сейчас я тебя у тебя да у тебя сухофрукты а у меня прям слива мякоть так ахат темная на мне очень сильно сладкий мед медовы сливы к посмотри какой натуральный мягкость такая слушаю это прям красиво здесь такая и сливы и это тоже вот нара амбра и что-то но мед тоже очень слышно слива в меду там красиво красивее у меня есть аромат я его описывал как вишневые косточки облитые медом вот он прям так услышать вот и кстати не зря об этом сказала потому что фарах брюк ур очень часто сравнивают с от арк коллекшн халтат найт помнишь вишневой кальянность их сравнивают хотя здесь в халтате вишня а там финики но они действительно перекликают и вот здесь вот они не клоны но здесь тоже вот еле ну вот как я сказала в начале чуть кальянности так вот а здесь сливами но этот прям хуру фруктово-медовый да и специи такие фруктово-медовый специи может кардамон какая-то зеленая спецы и ночь кардамон да но очень кстати не перебор когда перебор кардамона на мускатный орех шпарит а здесь здесь хорош хорош зелень не выпячивается я бы его вот в осень в зиму сейчас погреть то что мёд россии уютный такой вот есть когда воротники вот эти вот все раз на дайте уютно причем у меня сейчас есть аромат я его все время пытаюсь носить ну потому что вроде мед и вот хочется тепла или мне это больше отзывается хотя любитель вишневых костей но наверное это больше как воспоминание что я любитель этого то что я раньше любила вот это слива мне сейчас ближе намного так палат сурил финики о а я чего в этом финики про финики финики в меду а я отыграл слива вот на мне больше фиников а ира растерла больше до сливы и мед вот у иры сливы с медом у меня финики с медом перец тимур тимут в скобочках мед кардамон миндальное молочко гурьюнский бальзам от бурбунская ваниль амбра алибаном и пачули ванили вообще не слышу в ее исполнении как они нам не всегда делают вообще краса ориенти вот если кто-то знает брекор фара можно ориентироваться не клоны но туда вот эта мягкость медовость финиковый сливовость туда все если нашим то отвратительно открываются ванили как на мне здесь она не творит такого посмотри вообще даже не пахнет финиковой сладостью медовой сладостью никакой ванили мягкость есть да а гурманский ванили нет отлично я хочу сказать так давали нам с тобой не потеряем его у меня прям мерила если в ваниль не выпадает за их база хорошую вот серьезно они все там тут в базе еда да а вот обычно у меня выпадает вот плохая база и в ней сразу ванили сразу как бы это красиво вначале не было я многие очень дорогие штуки на себе пробовала ты про 30 минут и все и там так здесь с фиолкой поэтому может давай на палец куда-нибудь так а мне я вот на этот средненький так это трусарди костелло старсекко наверное старсек он что-то такое в общем простите меня пожалуйста тут наверное теперь я уже буду знать розовый перец до его тоже очень чувствую первым делом у меня почему у меня сразу ассоциируется с саянами хотя к саянам не иметь никакого отношения но в нем есть что-то похожее содовость какая-то вот это да я тоже пока только все розовый перец чувствую только он с меня он вообще она мне еще прям розовый перчевида у тебя хотя бы перечность есть ощущение специй а у меня даже ощущение специй нет просто какой-то вот у тебя липкость карли показали это хотел рассказал за липухой какой-то пахнет а ты липкостью пока больше ничего не чувствуем знать еще есть опять какой-то как будто кардамон зелено-специевый что еще сладость не пойму пока какая то ли ваниль опять то ли что-то залипушечная сладость но что такое ваниль или может там мед что-то липко-сладкое такое есть я даже идентифицировать не могу к чему это вы знаешь отнести там это фруктовый это цветочная кислинка или сладость она вот отдельной жизнью же этот этот розовый перец он вообще никак он просто один шпарит пока до 1 и там что-то какой-то нагрузка он вообще от отличный вот у я когда смотрю пера вот нюхал какой-то аромат и в нем будет все 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 и вот этот розовый перец он отдельно это сладость не фруктовая не цветочная он всегда особняком да если его там много он всегда особняком не знаю менять вам сказать розовый перец кроме как я пока тоже чувствую только розовый перец по тому как аромат звучит предполагаю что наверно там немало каких-нибудь цветов может деревяшки какие-нибудь но пока шпарит розовым перцем розовым перцем и чем-то липко-сладким вот пока так и есть еще и очень суши а вот ощущение чуть-чуть есть нет у тебя участие это как будто остатки я беру за шерстью опять пахнет остатки какого-то табачного чё-то липкого табачка чут какого-то такого а у меня еще вот это с рыцарь шерстью опять вот этой шерстины кашемировой типа кожаная удовая у тебя а у меня вообще ничего не думаем просто соли вот я пускала люкс это люкс прям прям лоховской такой ну это просто два разных аромата просто вот одним моно перцем мы тестировали какие-то аромат сыры в предыдущих видео недавно снятых и мы все время границ типа ой вот у тебя такое отличие такое отличие а здесь настолько по-разному это просто два разных аромата это кого-то взяли разные банки один люкс другой у тебя что-то с кожей с кашемиром зим как у тебя какое-то движение шафран я думаю там что-то такое у меня просто самая дешевая вот прям вот не не так ты говоришь не самая дешевая я бы сказала обычная в стиле всяких распространенных ароматов и даже не знаю виктор ролев потом эти как он называется вот прям туда все обычные люксовый аромат который вот с полки взял по нему даже прямо дала в этом какого бюджета не на бюджет не просто это средняя средняя ценовая категория простяцкого люкса цветочно какого-то подфруктовленного который стоит на полках летуаль и пользуются им люди которые не хотят даже погружаться в парфюмерию потому что вкусненько пахло просто но нам не лакала если вы мне пришло то она мне это специи цветочно древесно кто-то покуривает в сторонке вообще другое рома я могу только об этом сказать что обязательно за тестом этот обязательно потому что то что то что я если вы закажете вам придет вы понюхаете наслушавшись и попробовать на себе и на ком-то будет как на мне вот все эти я прям была бы злая не плакала вопрос цены если бы он допустим стоил 56 тысяч да нормально если он стоит 15-20 получить так как на те раскрылся это прям боль хотя вот знаете вот я хочу хочу сказать вот на мне это звучит круче более такое нишевое сложное звучание но аромат завтра я бы не узнал ну то есть мне завтра его дай я буду заново сети разнигивать не знаю какие-то смазанные впечатления последний аромат с тобой остался называется он сейчас я тоже посмотрите что вот вчера так держи ух ты сейчас кто-нибудь сюда так аромат называли за милит валкин он ве а там чу был кирсой пирамиде а я прочитала не так вернемся назад подождите алибанум шафран бергамот марокканская роза мед герань розовый перец белая роза кстати между прочим розовый перец средних нот лабданум бензоин и клеа вуд это наверно молекула опять очередная какая древесная вот такая в общем пирамида у предыдущего мы немножко такими рывками да может они делали парфюм посвященный розовым перцам не знаю не знаю так и этот у нас аромат последний называется волкин омвеа фиоре аскурии трусорти наверное как-то так цветами потрясающая пахнет я слышу сирень хороший такой сирень еще какие-то цветы почему-то даже слышу дыньку дыньку боже мой травы прозрачно цветочные весенние зеленый вот это молодая зелень молодая молодая у нас руки так же пахнет очень красиво это вот весна пришла цветы зацвели сирени жасмины зеленушка на вот на всем этом есть зелень листочки оттуда капает листики если взять там от сирени его так смять вот это вот сок потечет он дает ощущение свежести вот этих как будто бы водных нот за водных нот сирени водные ноты не противные никак натаска не любит ну вообще я вот это не но мне кажется они не такие водные как он я не я не имею ввиду прям у нас море для меня вот это вот когда листочки сирени выжмешь огурцовость огурцовость вот это вот свежая выжимка вот это вот она мне дает ощущение он кстати очень мне кажется в стиле как раз маля твоего очень который тебе нравится этот подумала я все скуплю себе малюху вот у сирени кто любит сирень маля туда но я почему-то вот в этом аромате сирень маля попыльней здесь больше травы зеленый слушай подожди что-то еще здесь есть но по древесине и по подожди где-то я это встречала здесь начало пластиком пахнуть латексности что это да я мимоза мимоза неужели мимоза мне дает эту пластиковость в ароматах а неужели такое разочарование меня постигнет я очень хотела купить какой-нибудь мономимозный аромат ассоциируется с мимозой пыль с долюшкой а у меня с латексом но у меня нету шариком пыль есть вот сухая а есть вот такая короче это весенние цветы хороший аромат очень женственный очень весенний очень на настроение когда природа расцветает это такой зиму переждал вот это вот наш в берлоге перри переспал ее а потом природа расцвела это такой выше можно зимой и ждать подснежников я был так он обрызнулся идешь смотришь такую не появились не может быть где то есть под сугробы но это все равно весна же да то есть это конец марта апрель хорошая работа хорошая мне вот такая весенние цветы вот так я уже даже с ним снежка вот этому периоду добавила без снежка уже ну слушай сирень в снежке это ты бы водных нот добавил морозных да 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 кто любит весну во флаконе цветочные вот эти вот все весенние мотивы вот это вот стоит на это обратить внимание лилибель что это вот я знаю бергамот мандарин мимоза бергамот мандарин абсолют мимозы магнолия гелиотроп роза рис бурбонская ваниль мадагаскарский ветивер бобы тонкой сиренью очень 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 красиво да слушай мне теперь интересно посмотреть они же там бежевые оранжевые флакончик коричневые какой из них какой не знаю я не очень мне дочки я знаю понравилось какой-то коричневый и он как она тогда сказала мне пахнет шоколадом сейчас я не встретила шоколадного аромата нет а здесь и нет по моему там по моему пару флаконов должны быть прозрачными если мне не изменяет память какой-то темный черный не черный но коричневого по моему точно нету вот вот такие у нас появились получились тестирования я надеюсь что вам нас было интересно слушай вообще на самом деле это один из таких за тест на 7 получился на самом деле очень удивительный потому что смотри сколько ароматов раскрылись на наших бумажках и руках настолько по-разному даже отдаленно не напоминающие друг друга и это ты хорошо заметила просто фантастик край вот каждый раскрылся совершенно по-разному вот у нас есть все равно как то есть что-то только тут не на последние очень похоже раскрылся после вот этот сиреневый сиренево-мимозный а так конечно удивительно я прихожу к выводу что вот что-что этот бренд вслепую на точно не стоит брать его на тестировать вот так потому что можно получить что-то интересное я кстати считаю учитывая что у меня холодная кожа я считаю что все ароматы большинство из них те которые не похожи как раскрылись на нас с тобой я считаю что на мне они раскрылись лучше красивее поэтому можно сделать вывод что трусарди для холодной под холодную сухую кожу наверное больше заточены ароматы более сложные более вот таким с нишевым звучанием интересным с какие хоть с какими-то вот такими вот на иль конечно я в шоке сейчас прям удивительно да вот на этом все юля огромное спасибо за эту возможность познакомиться с брендом трусарди было очень познавательно да и в принципе интересно познакомиться с новым для себя брендом брендом я могу сказать вот как любитель бренда трусарди в сегменте не ну да ну вот у них в принципе то и стиль вот они всегда ассоциировались с какой-то холодностью вот то есть она да да так даже когда есть какие-то лечискость да даже когда вот у меня есть сумка да она там вроде оранжевая но она настолько ровная она очень лаконично конечная верить это все такое вода даже когда нам в игрушечные привет золото забыла господи превращает это вот во что-то это все равно очень лаконично это все очень ровная но какой-то все так и вот из-за этого есть течение вот этого сухого я поняла тебя у ир просто сумка оранжевая да она прям такая ядреная и когда ты смотришь на этой ядреный цвет сумки волей-неволей у тебя в мозгу не то что детскость но что-то такой какой-то стиль такой на расслабоне а у нее действительно такие четкие лаконичные формы даже она не квадратная он не выдавлен да вот это да она все равно вот какая-то тысяч тысяч ты это как если сравнивать с картинами это не рисунки акварелью это рисунки акрилом когда у тебя тысяч 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 вот такое вот я взяла она мне конкретно понравилась тем что даже вот этой странции странностью своей она мне почему-то церковь ты знаешь из плейдо сделали и она вот такая вот вот так что еще раз огромное спасибо юля огромное спасибо вам за то что вы посмотрели на сырте огромное спасибо за то что не поленилась утром проснуться так рано и приехать ну и все я надеюсь что мы увидимся с вами в новых видео на сегодня пока счастливы спасибо вам спасибо вам Продолжение следует...